Более 8,5 тысяч вопросов, два часа прямого эфира. Губернатор региона пообщался с жителями области. Конечно, во время прямой линии Глеб Никитин не смог ответить на все обращения, но особо подчеркнул, ни одно не останется без ответа. Я анализировал решение ответа по предыдущей прямой линии и сейчас обращаюсь к членам правительства, руководству муниципалитетов, подведомственных учреждений, министерств ведомств. Все равно я вижу случаи отписок. Я буду очень жестко на это реагировать. То есть есть очень много решенных вопросов. Я, кстати, хотел на это сделать акцент. Мне это всегда удовольствие доставляет видеть, что человек обратился, получил решение. Но есть иногда отписки. Вот сейчас еще раз предупреждаю, будут такие случаи. Во-первых, сами представляете себе, что вы получили такой документ, который вы подписываете. Какая у вас будет реакция? Если есть ситуация, которую можно решить, ее надо обязательно решить. Большая часть обращений носили локальный характер. Нижегородцы рассказывали о своих личных проблемах, о своей боли. По ряду звонков Глеб Никитин в прямом эфире дал распоряжение разобраться. Что касается глобальных тем, то в топ-5 самых популярных запросов попали дороги, транспорт, ЖКХ, социальная политика и работа чиновников на местах. Не обошел вниманием глава региона и СВО. Рассказал, как область помогает бойцам и их семьям. Всего на эти цели в текущем году потрачено порядка трех миллиардов рублей. Мы скорее действительно откажемся от каких-то развлекательных мероприятий, чем поставим под угрозу эту работу. Для нас поддержка наших бойцов, наших героев, защитников, она абсолютно приоритетна. Будем ее продолжать. Почему закрываются поликлиники и фельдшерские пункты в малых деревнях и поселках? Зачем дорожники кладут асфальт прямо в лужи? Когда закончатся пробки на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде? На каждый вопрос Глеб Никитин отвечал развернуто и основательно. Один из звонивших пожаловался губернатору на стремительный рост цен. Усилием работу с антимонопольной службой, с торговыми сетями, с торговыми точками по сокращению торговой наценки. Тенденция по росту цен совершенно понятна. Есть элементы, которые, в результате анализа, я знаю, объективные. То есть там рост стоимости, допустим, ветеринарных препаратов, кормов, надбавок, которые где-то там тоже оказываются в дефиците. Но кроме объективного, есть еще и спекулятивный, конечно, рост. И с ним надо бороться, предпринимем все усилия на этом. В конце прямой линии Глеб Никитин ответил на ряд личных вопросов. Признался, что не может ни дня обойтись без интернета. Его идеальное утро начинается с бега, а любимая книга «Идиот» Достоевского. А также поделился с нижегородцами своим жизненным лайфхаком. Глаза боятся, а руки делают. Посмотреть полную запись прямой линии можно в соцсетях главы региона.